соответственно есть в мире несколько религий есть есть адепты и в типе теста да то есть есть как критикал пауэр то есть там критикал пауэр исповедует соответственно чеховский в принципе кто кого интересует может на ю тубе найти по циклами чеховский ганусяк там у них есть много таких вебинаров где они пытаются доходчивой форме как бы все объяснить зачастую там с одного раза сложно въехать потому что все на математических моделях основывается плюс счетом куча терминов физиологии но там со второго с третьего раза ехать можно и если коротко то в общем-то в типе тест он как бы характеризует только одну точку это соответственно твою часовую мощность максимально даже на мне кажется часовой даже два человека которые показали одинаковую среднюю там на 20 минутах не факт что они далеко не факт что они покажут такую же одинаковую на часовой гонке да но скорее всего точно не покажет то есть там много до споров почему 20 минут почему на 0 95 но условно говоря если все это отбросить мы гипотетически допускаем что это твоя часовая мощность но часовая мощность никак не определяет работоспособность человек соответственно до часа и после часа то есть мы как бы знаем одну точку а через одну точку мы никакую прямую провести не можем а модель вот критической мощности она соответственно определяет такую линию кривую и соответственно мы можем кривая мощность называется она в тех же я на самом деле тоже стране премиум но она показывает непосредственно твою твой профиль мощности конкретный трениров а эта модель позволяет собирает пускай собирает но у тебя показывает то что ты уже показал то есть как бы в какой-то период за год за три месяца а соответственно вот это вот модель критической мощности там но и и она еще модель скиба называется до критической мощности как более развитая она по двум тестом условно говоря рисует твою кривую мощности теоретически то что ты никогда не делал а то есть условно мы определив какие-то там сколько точек можно определить но вот здесь вот у нас будут ваты а вот здесь вот будет время и соответственно вот так вот она выглядит ну как у как как кривая мощность принципе в том же разжигание да то есть ну и гипотетически там конечно все совсем не так но если представить да что вот часовая мощность то есть она она будет вот здесь вот будет ftp а вот а цепь она будет ну чуть чуть ниже ну прям совсем не знаете чуть незначительнее как правило особенно особенно треталонистов а вот это вот все называется ну чеховского там не так но узки бы так она называется там w такой вот или там нам чеховского называется avc это соответственно твой вот анаэробный буфер это тур тут тот объем работы который ты можешь выполнить до закисления соответственно вот здесь вот словно у нас говорит час здесь вот меньше 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 времени там три секунды и соответственно делается два теста они могут быть вариативные в общем то ты вот спрашиваешь как я определяюсь я очень часто могу эту мощность посредством гонок определить там разделка олимпийка там все что есть ты даже по работе типовой соответственно делается два теста один делается где-то от двух до пяти минут ну я вот там три мы делаем и второй тестом делается на 12 до 20 минут 15 практически как питаться ну практически да только в степи он как бы вот только к этому приближена вот эту цифру он не характеризует вот в чем и вопрос да в том что когда мы определяем только эту точку да нам не к чему привязать условно говоря вот два одинаковых человек с одинаковым афтепи до 1 будет анаэробный буфер 1 будет анаэробный буфер вот такой но более после часа он будет скорее всего больше мощность держать а у другого человек с тем же и соответственно будет анаэробный буфер вот такой и скорее всего после часа у него будет они и соответственно в теперь она характеризует темповую интервальную работу а соответственно вернее как сказать для того чтобы расти с вырастить своим пока нам нужно давать стресс организму вот в этой вот зоне это получается по мощности это выше да да и по времени король соответственно для двух этих разных людей чтобы давать стресс своего анаэробному буферу нужно давать разную работу потому что если мы к фтп например прибавим ну или к цепи прибавим 105 процентов тут например у нас 300 да и мы плюсом 5 процентов даем этому человеку которого буфер меньше 315 вас работы и он просто ему будет очень больно то этому человеку касается я там больше всего это будет меньше секунды до секунды перейдем вот как бы я я получается тоже очень не очень то есть мы с тобой касались да это не двух словах обрисовывать доступнее просто было то есть по факту получается что примеру то что то что синим маркером да это у нас человек которого очень но он больше спринтер походу да то есть он может дать соответственно прелоку снова условно треховского там там даже уделяем если жила до минуту вот так вот чуховского есть там еще такое понятие как спринтворк карпасити то есть свц но это вот как бы все больше для велосипедистов и у чуховского у него там закрытая программа циклометры а вот эта модель она как будто пиздным доступна в голодном читах там как бы нам там спринтерской работа нет 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 я просто смотрю для понимания то есть условно вот если мы берем вот пример здесь в одной точке у нас три графика пересекаются то есть в типе у всех одинаковый то есть это при проблем при этом три разных человека да у них одинаковые в типе правильно получается только соответственно у одного вот тут вот то есть он уберет на минуту то есть на 20 минутах они одинаково крутят да она на одной минуте получается вот этот выдаст ну условно не знаю что там 300 ватт примерно да тут 300 ватт у этого там 400 а это там 450 соответственно то есть три человека который одинаково там едут 20 минут у них будет кардинально отличаться минутный тест то есть ну вот условно они едут по дистанции и этот вот буфер он как бы определяется его джоулях это конкретная работа и мы в чем вот прелесть этой системы то что она позволяет давать конкретный стресс конкретной системе и можно математически рассчитать сколько допустим вот нам нас допустим разделка до 20 минут ну или там я не знаю 20 минут и мы можем конкретно сказать сколько на 20 минут выдаст вот этот человек сколько на 20 минут выдаст этот человек не знаете буфер можно рассчитать на то есть например там у этого будет там 15000 а у этого будет там 25000 и соответственно вот 20 минут это будет у нас 1200 секунд вот нам надо 15000 поделить на 1200 это будет там сколько 15 ватт то есть если у него вот это и в тебе допустим там ну при этих показателях пусть у него там но нефть теперь теперь вообще не записи цепи если него цепи там будет допустим 290 ватт соответственно он 20 минут проедет сколько там посчитали 305 ватт слушай то есть это еще можно из вот я так понимаю и этот человек рассчитать 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 310 а все все рассчитает условно если это 290 у нас типа часовая мощность то мы например поможем там определенной формуле рассчитать сколько человек сколько человек за 190 цп проедет средние 20 минут до но в триатлоне как бы вот этот расчет он практической цели никакой не несет это он как бы интересен допустим велосипедистым че раздельщиком численно спина или кто очень любит царей горы брайда то есть там стоит цель взять царя горы а он такой думать сколько мне в отъехать чтобы как бы не сдохнуть но при этом выложиться а для нас триатлонистов чем это важно нам важно чтобы то есть условно говоря когда мы определили вот этот вот профиль мощности получается что мы вот этих двух спортсменов смотрим и получаем что у них например у обоих цепи 250 ватт но у одного например ну в 250 вот так вряд ли конечно будет 1 например 15000 в отце а у другого например 10 тысяч а в отце и мы понимаем что как бы при одинаково при одинаково вот этому человеку уже например можно растить больше цепи то есть да ему больше надо стрессовать эту систему чтобы подтянуть соответственно цепи то есть его лимитирует уже ну то есть вот то что мы говорили да вот условно говоря база вот у человека там соответственно цепи а вот у него в отце то есть у него соответственно этого человек у него в отце далеко от цепи низко ему нужно подтягивать а вот это вообще это буфер короче вот этот вот да то есть объем работ который человек может выполнить до того как зайти а у этого человек у него как бороться низкий да то есть у него цепи уже находится подаваться ему в общем то как бы для а нам триатлонистом как бы больше нужен цепи потому что для для нас вот этот вот короче буфер он типа грани но он просто понимание что что в чем дело да что например можем ли мы двигать цепи сейчас или нет или нам стоит сначала буфер увеличит это этому человеку цепи никак не увеличит потому что его сверху уже все в отце притягивает ему нужно сначала вот эту вот этот буфер раскачать и когда он его поднимет соответственно него только она начнет цепи расти и соответственно вот эта схема она позволяет просто более точно стресс сдавать той или иной системе организма в т.п. получается история как а как этот буфер его определить то есть это через программу через специально ну да а вот ты изначально сказал то что есть два теста они причем не обязательно могут быть строго 3 строго 15 они могут быть там ну один тип я так вот например ты там я не знаю ехал вот у тебя хорошее настроение ты вот когда вау минуту мало да ты там дал три минуты 15 секунд как бы и все они принципе три минуты ты можешь в калькулятор просто пить три минуты 15 секунд и там например а вторая там у тебя была там закусился с кем-то там или просто вот тест вот ты там планировал 20 20 не выйти но сделал там 17 минут короче это хорошая историка это начал умирать там на 15 до и типа но вот еще там минутку прям выдавлю чтобы потом не приблеваться отбиваешь и он тебе говорит что твой вот этот w там у тебя 25000 а твое cp это там 300 ватт cp она вот условно говоря это вообще твоя как бы теоретическая бесконечная мощность если к тебе подвести капельницу с питательными веществами того типа ты эту мощность может бесконечно выдерживать но это все не про нас любители чем вообще еще как бы эта схема очень сильно полезна то есть многие вот очень сильно любят даже среди профиков очень раньше вот много отчетов слушает это получается короче вот эту херня то есть она рассчитывается в формуле что через программу ты говорил это программа то есть он на счетах то есть приложил на телефоне там то есть условно смотри то есть сделал ты ну то есть короче максимально ну даже гонку загрузил ты например да ты руку к примеру там бога с олимпийки до 40 километров на на нацепь много она выцепит она считает цепи какой по каждому по каждой тренировке а но она считает как бы ты пойми то есть она считает исходи из тех данных которые ты не даешь а подожди я поднесла и логичный сделать просто направленно сделать короче 22 до 20 минут сделать например все это делают проговорим то есть вот этот эти показатели там трех минутный мощность 15-минутная мощность есть такая программа golden читах она для компьютера не для мобильник она совершенно бесплатно развивается за счет соответственно любителей у нас открытым кодом и там в ней используется модель скибает который счет нам в 30-х годах описал соответственно все эти физиологические измерения и вы можете ее скачать и там есть калькулятор отцы оценить соответственно cp и avc в это был ее называется вот и соответственно чем это полезно то есть раньше вот внутри статьи много отчетов публиковали там даже у маститых триатлонистов были там рассказы из такого рода там что я вот знал что это не моя мощность но я решил как бы что сегодня мой день я попробую или там та история когда мы очень много все позволяем в начале гонки либо там при работе в горке какие-то то есть это все очень сильно как правило аукается потому что чем-то ровнее едешь чем тем лучше твой результат у меня понимает такое что я знаю свой ну вот тоже форма модели на фтп да ты знаешь свой там паров просто тебе это понимает что за него ну ты можешь не залезть на определенное количество раз да но если там не будешь писать залазить то у тебя молочная кислота накапливается и все у тебя получается все верно вот и там в этой голым читах программа определяет твои показатели на самом деле по каждой тренировке но соответственно тут надо что учитывать что тренировка не есть тест если как бы на тренировке ты там уставший с предыдущего дня или просто сегодня показал мне все на что-то способен то она соответственно просто берет показатели причем там есть много разных вариантов расчета наберет твои показатели говорят что вот исходя из того что ты мне сегодня сообщил твои показатели вот такие а соответственно тест или гонка они показывают ну вот все реально даже вот и спасла что и чем в общем тоже прикладно нам это полезно не теоретически а вот практически соответственно там на графиках отображается допустим твоя гонка или соответственно твоя тренировка и там вот этот вот буфер abc avc он отображен соответственно но графически и надо понимать что если мы едем ниже цепи то наша а вот цель вот этот буфер он никак не разряжается на протяжении времени как был там допустим 2 2 зоне во второй зоне 2 да мы ни разу нам примут там допустим вот у меня там цп 360 нет хотя бы ну пускай 360 соответственно если я за эту мощность не за и не залезаю то у меня заложите фаза физически молочек салта не накапливается не залезает у чеховского есть там еще такое понятие как гликолика у пауэр то есть гликолитической мощности это соответственно когда мы начинаем ехать за счет гликогена и она там чуть чуть выше цп но смысл в том что как только мы и чем дальше мы залезаем за цп наш буфер он сразу начинает расходоваться и вот здесь вот у нас наступает точка отказа в ноле то есть если ты хорошо сделал тесты и прошло там сравнительно недавно времени то там ребят даже такие тесты проводили все условно говоря встают там в горку едут до отказа просто там до крови из глаз не потом программу в программу загружают тренировку и как правило отказ у наступает когда этот буфер упал в ноль просто дальше не за еще должна пара ты как говорил колуч так она его тоже рисует да она это рисует а соответственно то есть я начал рассказывать чем нам это полезно и полезно это тем что это дает такую наглядную иллюстрацию того что не надо ехать в гору сильно не надо цепляться там а соответственно за теми кто нам могу кто надо кто тебе то есть там в принципе там на там на какую-нибудь половинку ты в сумме можешь набрать работы вот за своим цепи там не знаю 5-6 минут и то есть все от тренированности очень сильно зависит потому что если спортсмен сильно тренированный том даже в течение гонки может свой avc несколько раз ну там обновить завить ну 0 прям вряд ли но с условно говоря он может там довольно сильно его разрядить там пройдет какое-то время это конечно очень в пропорции нарисовал то есть он его почти разрядил он кстати но восстанавливается гораздо дольше чем соответственно расходуется потом еще раз его разрядил но это даже вот это вот цепи это все-таки завязано ты берешься есть гликогеновый порог гликоген понятное дело что он у нас мы уже ждем да то есть это все вот эти все вещи это как бы вот чисто чеховского разработкой кто с ним не тренируется он к ней доступ не получит это только кто тренируется вот в голоден читах там упрощенной схемы это как бы модель скиба там нет соответственно не спринтерского вот этого кто там на велике там критериум гоняет у них у него там есть понятие пульсации то есть есть вот у старых велосипедистов такое понятие я или добавлю или сдохну как бы в банках они его используют это вот на примере пульсации как бы хорошо описывается то есть вот именно что когда человек едет ему кажется что ему у него вообще больше никаких уже сил нет но есть они используют вот эти вот спринтерские буферы как бы а вот этом до конца разряжают а потом соответственно восстанавливают за счет этой пульсации не едут машине постоянно в это вц залезают вот но у как бы умеет восстанавливаться и сильно тренированный спортсмен он таких разрядов может много допустить а если человек не сильно тренировать ниже среднего туда раз-два залез а потом он вообще как бы встал дальше но смотрела насколько я понимаю мне это все все кажется аналогии физиологии то есть накопление лактата да то есть может форма это все математически да да то есть как бы ну вот мы там раз раз ты залез за порог там на две там минуты да у тебя там не полностью тебя там мышцы там до отказа да там накопили молочку но тебе уже сложнее банально тебя уже там ее же нужно утилизировать молочную кислоту да то есть нужно либо скидывать сильно опять же ты скинул там какое-то время у тебя есть там там часть утилизировался ты там снова можешь ее немножко накопить а если ты будешь а если ты будешь там продолжать лупить в эту гору рано или поздно наступит отказ да ну велосипедистам просто повезло что ты точно знаешь что ты себе можешь позволить ты знаешь что вот сюда мне нельзя залезать если залез настолько что ехать ты должен даже взять элементарно допустим марафонский бег то есть как бы если бы кто-то из марафонцев точно знал про сколько ему бежать как бы было бы все круто в этом все идеи что ты как бы идешь в казино либо ты чуть-чуть добавляешь и можешь не добежать либо ты соответственно не успел я сейчас побегу я к примеру я примерно стал вот аналогию когда я ориентировался на пульсовые значения только на то есть пульс это вообще такой завтра такой и меня стало больше ну скажем так нравится ориентироваться по темпу то есть я знаю свой темп примерно пороговый темп плюс-минус по зонам по тем же я сейчас примеру знаю что там я бегу там 350 я бегу там в четвертой зоне да и комфортно бегу например вот и меня сейчас стало точно так же как у меня раньше я там выбегала в транзитке например да я бегу мне движется легко и я бегу там да там да ветер стоит это все работает только там на плоском рельефе ну да плоском рельефе согласен когда ветра нет велосипеде таких условий никогда не бывает то есть у тебя всегда либо рельеф либо ветер который хочет но даже даже есть и это вывод из-за даже если это выкинуть это ну реально как бы да рельеф как ты говоришь там может рельефу как такового рельефу нет там небольшой уклон там те же там несколько градусов все эти будет ехать значительно быстрее здесь я с тобой согласен все-таки в беге можно как-то плюс-минус там плюс-минус там по темпу ориентироваться а велосипеде этого инструмента нет и поэтому если человек выезжает на гонку то по скорости он ориентироваться не может пульс как правило на гонках ничего не имеет с тем что было на тренировках особенно после плавания и соответственно если у человека еще и полометра нет то тут нужно только на свои ощущения операция которые у него опытного спортсмена вряд ли ему что-то в начале минуты подскажут а то есть я просто помню свои там ощущения даже вот два года назад когда я выступал в эстафете на целую дистанцию ехал 180 и я вот еду я вот вижу что как бы не мое хорошо но потом проходит четыре часа и ты такой не все как бы все должно быть я тебе тоже самое там про тот же бед я говорю что я осталась сейчас я уже сейчас уже когда убегает даже бежит легко мне бежит к примеру там ну не моим по 3 там 23 30 я про что нет что в стол даже есть сейчас легко не 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 все вот вот там там 33 45 там 3 40 как бы это можно то есть предпримерно примерно то же самое и по мощности если смотри вот все таки мы еще раз то есть для того чтобы вот поэтому скажем так графику сработать нам нужны как ты говоришь теста ну условно максималка твоя там условно там на небольшом отрезке до 5 минут до 3 минут до 3 минуты к примеру и 15 условно то есть нам вот эти два значения обязательно нужны для того чтобы выстроился этот график правильно вот этот график мы выставили там тоже тоже там через эту программу он может рассчитать этот буфер и соответственно как вот эти соотношения понять какие-то таблицы есть как ты говоришь вот есть у нас этот буфер то есть авц и цп то есть их соотношение дает нам то что вот мне то что меня отложилось и запомнился даже по абсолютным показателям то есть даже как бы понимать что что растет просто мнение не дает даже то что растет пример есть есть три человека которые ну пока вообще ничего не знают про эти все цифры мы берем у них там делаем тесты и 20-25 тысяч это как бы хороший буфер очень хороший а соответственно у меня есть люди которые там начинают тренироваться у них там буфер там 25 тысяч соответственно там цепь этом 230 ватт ну как бы здесь скорее всего конечно все индивидуально на то есть на их язык это можно как перевести то что человек только начал тренироваться на него как бы вот это вот здоровье вот пусть есть здоровье есть а хотя а потерпеть чуть дальше не но если он начинает тренироваться у него как бы цепь соответственно быстро растет но за счет того что мы признаешь что того чтобы а вот целый у него соответственно начинает сокращаться а почему даже то есть у нашего а все понятно здесь как бы на идет то что у человека там длительная работа сила войска он просто как бы условно говоря за счет за счет вот этого не прям за счет просто он условно говоря учиться терпеть он в целом еще никак не вырос то есть он просто пока научился немножко работать научился немножко терпеть у него начинает цепь расти и как бы а вот и соответственно будет это вообще всегда такая закон сообщающихся это логично как мы что проговорили то что если ты начинаешь развивать свои спринтерские способности опять же спринтерские способности как это развивать если мы сейчас говорим про любителей в триатроне спринтерский буфер он как бы развивается ну все конечно от людей зависит он развивается хорошо если ты начинаешь долбить спринты по 10 по 30 секунд как бы ты буфер свой быстро раскачаешь но соответственно у тебя сразу начнет страдать силовая выносливость но это все для велосипедистов у нас это все вообще сильно у нас не почему я считаю что про нас это как раз про объем этого буфера и но даже больше про объем именно про цп увеличения про нас для нас буфер он вообще особо роли не играет не для определения того что вот примеру знаешь как пример вот смотри эти могу такой привести пример вот какие-то там горщик гонщик тур де франц они вот что 6 часов едут что там 40 минут у них разницы практически не будет это то же самое как вот из бега очень хорошо пример к и нуждать то есть люди которые бегут марафон там за 2-10 совершенно не значит что выйдя на пятерку они они условно что пятерку бегут что сос что два часа для них это как бы ну скорость незначительно колеблется как раз как раз это быстро пятерку они не факт что они марафон у них панно как бы очень высоко компакану практически этим соответственно характеризуется вот ну крепко тренированный человек то же самое велосипедистов у таких людей у них цепи она очень высоко как бы я понял как пока они но у них а пока относительно тех же спритов она будет низкой получается да способ собственно говоря почему допустим триатлонисты там крепко едут какие-нибудь там разделки а такие уже там больше часу горных там то есть вот когда пандемия и соответственно здесь на все крутили просто охраневали показатели которые покажут триатлонисты но если триатлонист выйдет на шоссейную гонку но будет потому что это две совершенно два совершенно разных вид спорта то есть шоссейных гонках те наоборот цепи не важен потому что ты едешь в группах в группе и ты даже посредством цепи можешь как бы себе а ехать до финиша да за потом за счет своего а вот цель не стыд и весы цепи спринтерского буфера просто жахнуть как бы и все и главное до сидеть в группе там финиша на финише уже стрелять авторят волю все наоборот то есть тебе нужно воду хайл долго нудно с высокой мощностью фигачить ну понятно то есть в целом например в том же триатлоне если в олимпийском в реальном где драфтинг разрешен там тоже в целом да cp меньше начинает играть то есть там тоже гонка с разрешенным драфтингом и в целом с разрешенным драфтингом ну наверное да я просто про то знаешь как ты примерно то есть никаких условно там формулы таблиц чтобы свести и понять два значения например там avc и cp что но просто пример то есть нигде не будет и форм формулы не до чтобы понимать что у нас в принципе как бы я в работе все равно постоянно я даю все равно стресс всем системы то есть условно говоря просто чем ближе к старту тема допустим если говорить что человек готовится к аэронмену соответственно я пока тренировки делаю меньше а все больше там силовые стамповые тренировки ну то есть уменьшая интенсивность просто ну а если а если получается что у человека ограничителя вот эта емкость вот этого буфера она у него по факту небольшая то есть она является ограничительно как ты сама сказал что определенных случаях во что ему некуда двигать то есть у меня там на емкость она не это ну ты даешь вот я здесь когда рисовал там зеленый будет человек которого поменьше и у красного то есть там прозвучало может быть коротко но там очень важный мысль была какая то что знаю вот этот буфер ты человеку каждому человеку даешь нужный стресс потому что ты просто там говоришь вот тебе там 105 процентов к цепи соответственно с оглядкой на этот буфер и когда ты даешь туда стресс то человеку он просто он реально начинает просто каждую неделю расти а стресс он зависит опять же от чего он зависит то что мы отталкиваемся от этого потому что в основном тренировки по зонам идут да то есть там зоны условно там для развития там цепи получается порога у нас четвертая зона везде по разному там 5 7 9 а то есть ты конкретно по мощности смотришь да и и условно ты наверное получается как в виде вот эту вот кривую то есть смотришь человек там просадка примерно начинается да то есть ты вот именно в этих мощностях что или нет смотри вот этот буфер это вот в объем работы и соответственно тебе нужно дать стресс то есть и надо этот буфер разрядить ну как если ты весь разрядишь за тренировку но это вообще это больно очень реально то есть и если его весь разрядишь и не знает там ну типа стана сау с домом а если даже если триатлонис то у тебя там но как бы все-таки там несколько велосипед тренировок если человек там велосипедные тренировки каждый день соответственно чеховский просто каждый день там эти интервалки дальше соответственно все зависит от количества минут если они каждый день то соответственно стресс каждый день маленький если они режут то можно побольше это будет разряжать и ты когда человеку даешь такую работу ты там наглядно видишь насколько вообще то что ты даешь человеку то что он делает это как мы не всегда логично логично опять же надо учитывать что вот такую работу по разряду этого буфера его тоже надо место еще поиска и сделаем потому что у нас там три вида и блины на станке понятно как бы летом на станке на очень кайфов тренироваться на шоссе работу реально опасно делать потому что она больная ты как бы едешь там условно эти там по дороге носят там из стороны в сторону то есть ты там не очень сильно соображаешь тебе кажется что ты бессмертный и если очень ты попробуешь ее по шоссе сделать то это очень сильно опасно а если будешь делать ее по шоссе на такой типу я вот с краешку поеду очень большая вероятность что ты съедешь с этого краешка поэтому это надо делать там где-то там на тупиковых трассах там даст где там вообще минимальные вообще трафика нет потому что такая работа очень тяжелая а иной даже можно сказать летом одни и но не всегда есть толк потому что летом здесь вот нужно нужно как бы постоянно постоянно постепенно и пассивно зимой это вот удается потому что зимой прогнозируем условия на станке ты каждый раз садишься и тебе никто не мешает есть только ты и твоя боль и соответственно зимой люди очень хорошо растут то есть они просто каждый каждый виде добавляешь 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 у меня есть люди которые там за зиму там 60 ватт вырастают то есть в начале зимой он ниже среднего в конце зимой выше среднего вот я постоянно даю работу вот на этот буфер соответственно и на силовую выносливость даже зимой просто количество работы в зимой больше 2 больше на развитие буфера соответственно ближе там больше соответственно и рука и силовой выносы есть ну к половинке но это даже логично в плане того что теле лет и сезон старта понимаете как как вы говорите работа они очень жесткий соответственно не все восстановиться просто банально летом просто еще гонки они тоже тоже развивающие хорошие ну ну как сами по себе но условно говоря там за неделю до гонки ты там уже такого не будешь делать через неделю после монтики ворот или захочется делать вот плюс там знает то дождь то снег то день рождения у кого-то там поехали на пляж то есть всегда у всех получается а так вот если про там про рекомендации чеховский там амц развивает работами от стопить или оставить нас 50 процентов от цирка капец как больно у него не насмотреться рождение на грязь по 5 6 по 4 5 по 5 до 5 по 5 100 100 105 от цепи то есть на это условно там порог если там порог там те же 290 да то есть нужно соответственно 320 330 крутить ну вообще это же то есть ты сказал что не очень понял то что для списка это сильно актуально но чтобы не залазить а вот но список понятно что у них вот эта гонка то есть от старта до финиша финиш кончился и гонка кончилась триатлонистов типа как бы еще бежать но нам же тоже важно сохраниться то есть важный этот буфер или или ты просто имел ввиду что триатлонисты хочешь не хочешь мои ниже в этом буфера там но мы наша цель по идее всегда ну то есть у нас я не знаю но олимпийку редко и сейчас логично рекомендации вообще вообще какие вот смотри все что больше часа там уже принципиальной разницы нет модель цепи и ftp и она минимальная почему что такое ftp часовая мощность то есть мы берем наши цепи у нас есть буфер который например для упрощения составляет 36000 и час у нас это 60 минут по 60 секунд и 3600 секунд и мы 36000 день на соответственно 360 секунд и у нас получается 10 ватт и вот разница между цепи и ftp будет соответственно то есть мы к цепи прибавляем 10 ватт получается твое ftp на часть то есть олимпийку словно говоря ты едешь час и общие рекомендации на олимпийку это 95 процентов или 100 процентов ну да то есть ну логично зная ftp нам как бы тут тут у признать нет здесь а здесь смотри смысл а я просто думал то что есть возможность все-таки что человек знает что у него есть определенный там буфер с чем больше буфер то есть тем он больше раз может залезть в загонку там за свой там цепи или нет или это или это вообще об этом вообще не говорит нисколько ну теоретически да ну ты такой уже приедешь вообще хороший хороший но условно там условно вот мы с тобой у нас тобой одинаковый там буфер один одинаковые степи да ты просто например в горках я просто такой сижу например и смотрю условно там чтобы я не залазил там за свой там фтп за свой порог да а ты как бы такой но уход на каждой горке там у меня там условно там по 30 секунд выигрываешь немножко залазили да то есть но я думаю что 30 секунд но имея там хороший буфер это не сильно много в целом ну смотри тут вопрос что условно говоря если ты едешь в угонке конечно ты в первую очередь отталкиваешься от ситуации которая по гонке развивается на то есть если там мимо тебя проезжает группа и ты такой нифига у меня вот там 300 ватт вернала 300 ватт если ты едешь там 300 ватт я думаю что это ты такую группу проезжаешь вот вентяру проезжайте такой не не у меня план по мощности я не не сяду или там ты едешь в группе по своей мощности от тебя группу в горку езжать агенение я тут нет помощь на кэшли как бы дичь просто понимание всего этого дает что ты прежде всего если мы говорим соответственно люди которые все это знают они как бы это и слушать не будут да то есть мы говорим про людей которые наверное про это ничего не слышал логично да я просто вопросы задаю потому что я не разобраться им это в какой-то точке зрения важно прикладно это важно то что самое первое у нас как бы основная ошибка то что люди начинают очень быстро а второго шанса начать уже у человека нет и вот знание как бы хотя бы вот это поверхностное понимание всего этого она человеку дает понимание что когда вот он выходит на старт половинки проплыл выходит на велосипед и чувствует пока себя еще офигительно ну вот и он такой знает допустим чтобы тренер написал ехали там там 250 ватт не даже 250 230 ватт а он едет и чувствует себя офигительно я сейчас попробую по 260 проехать а потом наступает расплата и вот понимание всего этого говорит что ты лучше начни по 230 уж если вот сегодня резин твой день то лучше закончить но и в целом это в любом случае это очень сложная такая история и она наверное ну очень хорошо когда она есть в арсенале тренер да и вот и вот но имея возможность манипулировать вот эти вот цифрами и значения то есть можно во первых ну качественно грамотно давать тренировочные задания соответственно как ты говоришь да то что вот кому-то нужен с нужным систем да 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 это давать возможность стресс нужным системам чтобы расти правильно соответственно будет давать более оптимальные варианты тренировок да то есть мы не будем там внутри просто тупо вот давать регулярно то 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 мы можем поймем что человеку например у него буфер очень большой ему коротких работ на не нужно давать до получать короткий есть такая статья очень популярная она в переводе как раз от гнусюка почему ты едешь как говно и что с этим делать и там вот я запечатал на этом сказал я и доступной форме как бы описывать еще на модели тебе и там говорится в принципе но вот такие простые вещи то что условно говоря если ты много медленно ездишь и не начнешь есть будешь хорошо медленно ездить но это логично логично согласен в принципе но можешь там огромные объемы делать но быстрее ты не поедешь и чтобы ехать быстрее нужно сделать работу да а просто а это возможно это скажем так работа их тоже очень много там пол интернетом вариантов работ сколько ехать с какой мощности да как бы не знаешь да и соответственно ну скажем так что любая работа хороша но когда ты понимаешь как бы что для чего зачем и почему именно столько и почему столько минут и почему такой отдых почему отдых столько минут то соответственно ну дать активнее даже я думаю что при любом раскладе то есть это ну я считаю что чтобы в этом разобраться самому а получается по факту ты сам о чем разобрался да то есть но нужно потратить там моему времени и ну по крайней мере я думаю что это должно быть понимание у тренера в первую очередь да то тот который дает программ дает дают работы и соответственно всегда же как бы системы известного то-то машину санчи кто-то все логично то что ну понятно вот я думаю что вот мы и подытожили там вопрос потому что у нас я вопрос еще хотел задавать по поводу там самых важных там юнитов я думаю что ты и фишек на велосипеде я думаю что ты не задумывайся скажешь что самый важный это мужчина правильно ну а это вот наверное самая такая как бы основа потому что люди очень часто там покупают колеса сбился там меняет сам велосипед там тратит там еще на что-то там шлем капли обязательно там электронная система переключения но как бы по факту то есть самое эффективное уважение но опять же power метр все-таки тоже кстати он не в этой статье было написано что что если вы пользуетесь купить сам еще метр да но не пользуетесь нам здесь здесь но вы просто купились и очень дорогой датчик кадрса понятно я думаю что этот вопрос мы так очень-очень много проговорили по нему я думаю что этот вопрос мы тогда закрываем вот